В своем приветственном слове, вооруженным силам Франции, Макрон говорил о спасении Армении. Париж может ликовать, теперь у французов есть великая цель. И это не восстановление влияния Франции в Африке, откуда ее методично выпинывают. И не решение острейшего кризиса с мигрантами, отчего стонет вся страна. И даже не меры в экономике, которые тоже не были бы лишними. Нет, Эта лучезарная и сияющая цель именуется скромно, но монументально – спасти Армению. Первый вопрос, который возникает автоматически – а что случилось? На всякий случай перелистал новостную сводку, может быть в суматохе дней что-то пропустил. Ничего страшного, ни высадки инопланетян, ни извержения вулкана поблизости, ни разрушительного землетрясения, ни нападения на Армению неких темных сил и захвата Еревана ордами обученных и доклыков вооруженных кабанов. Так что вопрос отпал сам собой, утянув за собой и вопрос, от кого спасать. Единственное, от чего армян, по моему скромному мнению, стоит это делать, так это от самих себя, точнее, от их восприятия окружающего мира, насквозь сказочного и в чем-то даже фэнтезийного. Так что приходится констатировать, алармизм Макрона по отношению к спасению Армении совершенно не имеет под собой почвы. Спасать ее ни от кого и ни от чего, с ее проблемами вполне справится социальная терапия. Впрочем, французский президент, очевидно, думает иначе. И если так, то ставит себя в достаточно глупое положение. Если, по его мнению, спасать Ереван надо от того, что он в беде, потому как у него отняли незаконно оккупированные армянами азербайджанские территории, то это какой-то совсем уж трудновообразимый выверт сознания. Означающий, что в оценке ситуации на Южном Кавказе французский президент совсем недалеко ушел от своих дремучих армянских друзей реваншистов, все еще подающих голос из укромных уголков Еревана. Впрочем, совершенно понятно, что целью заявлений Макрона были не некие абстрактные беды Армении, а вполне конкретные две страны, один народ — Азербайджан и Турция. И этим заявлением французский президент дал понять, что в случае чего будет защищать ее, как и любые другие заморские территории Франции, как Гвиану или Мартинику. Или вообще, как свою собственную французскую Гвадилупу. А вот интересно, в Ереване знают о том, что Франция рассматривает их как свою заморскую территорию. И если да, то как они к такому статусу относятся? Все-таки предложенная им роль французской Гвадилупы все же не совсем то, что ожидали армянские политические элиты от своих французских коллег. Впрочем, и новые ожидать не приходится. Ведь сколько не выделывались армянские элиты, сколько бы они не говорили о своей связи с Западом, и сколько бы, кстати, не слушали ответных заявлений по этому поводу от французской стороны, каждому свое. И для французской элиты, как и для любой другой на Западе, армянские коллеги так и останутся туземцами. Без права перевода в высшую лигу, где и обитают истинные джентльмены. Об империализме сейчас говорить не принято, но это совершенно не означает, что он куда-то исчез и поменял свою суть. Деление мира на белых господ и туземцев никуда не делось. И Армении еще предстоит узнать эту новую для нее реальность. Субтитры создавал DimaTorzok